Эти специалисты отвечают за бесперебойную работу в военной связи. Их профессия предполагает умение устанавливать ее в любой точке при любых обстоятельствах. Мы в Карагандинской области. Сегодняшний день проведем вместе с бойцами батальона связи. Роль связистов в вооруженных силах трудно переоценить. Эти специалисты имеют возможность обеспечить связь в любых условиях. Даже в тех частях страны, которые ею не покрыты. Основная задача специалиста – дать военным возможность коммуницировать друг с другом, затратив на это минимальное количество времени. Виды связи у нас имеются спутниковая, телефонная, телеграф и проводная связь имеются. Батульная связь занимается, самое главное, обеспечением связи, то бишь выездом на полигон, стационарной связи. Системы связи сегодня автоматизированы и хорошо развиты. С их помощью информация передается быстро, на огромные расстояния, иногда нескольким объектам одновременно. Нажимаем кнопку питания, после этого переходим на настройку кнопки, и после этого спутник будет находить спутник, который находится в космосе, КС-3. Данный комплекс называется ПСК-300, то есть полевой спутниковый комплекс 300-го нумерации. То есть он состоит из самого спутника, состоит из терминала спутникового и обеспечения видеоконференц-связи самой. Он предназначен для обеспечения видеоконференц-связи с высшестоящим штабом и починенными подразделениями. Сигнал приходит с космоса, со спутника КС-3, передается на сам спутник. После этого со спутника идет на спутниковый терминал, и со спутникового терминала выходит открытый канал связи. Перед тем, как установить канал связи, опытный специалист должен его зашифровать, чтобы сделать недоступным для противника. Все подчиненные части будут докладывать командующими войсками по закрытой линии связи, по видео, свои задачи. Это является новейшим оборудованием, то, что мы уже можем видеть, самое главное, подразделение, которое находится на полевых условиях. С любой точки Казахстана можем вывести сигнал и доложиться командующими войсками о проделанных работах. Государство предоставляет военным связистам огромное количество современного оборудования. Страна заинтересована в том, чтобы связь у армии была качественной, поэтому готова тратить на эту задачу большие финансы. В каждом взводе находится по одному радисту, который идет в пешем порядке, либо на машинах и получает команды от старшего начальника. Это мобильная радиостанция, подающая связь на большие расстояния. Она удобна вспомнить тем, что ее можно носить с собой в полевых условиях, в мирное время, в военное время, на учении. Расстояние у нее 50 километров, рабочий диапазон. В чем отличие от рации? Расстояние в том, что эта мобильная аппаратура может работать на расстоянии 50 километров и подать беспрерывную связь без помех, пробелы в 72 часа, то есть в трое полных суток. Изучают в армии не только современные системы связи. Телеграфный аппарат предназначен для приема-передачи телеграфного кода Морзе, который состоит из букв и цифровых величин. Мы можем передавать буквенные, а также телеграфные передачи данных. Будем вот таким образом. Средний специалист может принимать от 5 до 20 групп. Группы, соответственно, это закодированные приемы или передающие данные. Сегодня азбука Морзе не основной способ кодирования и передачи сообщений, но остается обязательным предметом для изучения военными связистами. Каждый солдат по специальности должен, обязан знать азбуку Морзе. Телеграфный аппарат мы изучаем ежедневно, согласно расписанной занятий. Проводим, делим сам алфавит на несколько частей и уже в течение недели отрабатываем. Сегодня отрабатываем три буквы, на следующие три буквы. И так в течение месяца, согласно распространению занятий, мы выучиваем весь алфавит. После этого мы принимаем у нее зачеты. Сейчас век цифровых технологий. Для чего нужно знать азбуку Морзе? Азбука Морзе является самой эффективной передачей данных или приемом. В случае того, если сейчас у нас все электроника, если вся электроника загорит, то мы можем по проводной связи организовать прием-передачу на азбуке Морзе. Задачи военных связистов очень похожи на те, которые выполняют системные администраторы. Однако требования к специалистам этого спектра более высокие. Военный связист должен разбираться в физике и других технических науках. У нас тут находится учебно-тренировочное место дежурного радиста номер один. То есть он может передавать буквенную сразу, не набирая на телефонном аппарате, передачу или приема какой-либо информации. Она у нас может шифроваться. Это у нас телеграфный аппарат, предназначенный для передачи данных по зашифрованной виде связи. По проводной связи мы можем передавать на этом аппарате. Есть у военных связистов разные специализации. Телефонная связь, проводная связь, спутниковая связь, тропосферная связь. Специализации, они сами узконаправленные, то есть по каждому виду связи назначается отдельный специалист. Например, сам командир подразделения должен все виды связи снять, а сам специалист непосредственно свою аппаратную. То есть это телеграф, либо телефон, либо спутниковая связь. Но на практических, на теоретических занятиях мы обобщенно выдаем информацию, чтобы он мог, чтобы он имел представление на разных видах связи и мог пользоваться. Даже автомобили в батальоне связи не просто военные, но и обеспечивают коммуникации между солдатами и офицерами. Перед нами находится командно-штабная машина Р-142Н1. Она казахстанского производства. Была выпущена в заводе имени Кирова, в городе Петропавловск. Она предназначена для обеспечения связи командующего и командира подразделения. Так машина выглядит изнутри. Оборудование и спецтехника в батальоне связи секретные. Поэтому нам выпала уникальная возможность увидеть, как работают военные связисты. Это отсек самого начальника аппаратной. Он собирает данные по радиосвязи и отправляет в вышестоящее штаб. И второе – это отсек для радиста. Он непосредственно дежурит круглыми сутками и выдает данные на начальника подразделения. Здесь находятся у него три вида радиостанции – ультракоротковолновые и коротковолновые радиостанции. Через ноутбук он может увидеть, кому какая вид связи передается. И уже по средствам телефонной связи через командира подразделения передает данные вышестоящему руководству. В Казахстане военных связистов готовят в единственном ВУЗе – Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Вместе с дипломом все курсанты получают офицерское звание и попадают в войска. Я сам выпускник военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Закончен в 2016 году по специальности связист. Моя специальность – радиоинженер и радионавигация. А как так получилось, что вы эту специальность выбрали? Ну, я в детстве любил заниматься инженерными приборами. Я изучал радио. После этого я посчитал кружки. И в военкомате узнал, какие у нас имеются институты. После этого подал документы, прошел отбор. Службу в войсках связи несут и призывники. Для этого ежегодно отбирают сотни казахстанцев. На основании заключения военкоматов отбираем по росту, по весу. Также должно быть образование, водительское удостоверение. И после этого прибывают сюда и уже обучаем в течение года всех солдат срочной службы. Какое образование у связиста должно быть? Образование должно быть минимум профессиональное. То есть колледж, связанный со специальностью по связи. Приехал военкомат и предложили служить в Караганде. Я согласился служить здесь. Образование у меня средне-специальное. То есть микроэлектроника и мобильное устройство. Это мое образование. В армии в целом хорошо. Мне очень нравится служить в армии. Я не жалею, что сюда пришел. Научился много всего. Он научился стрелять, научился использовать связь. Хорошо работающая связь – залог победы в бою. При этом связист должен уметь не только разбираться в радиоэлектронике, но и обладать хорошими физическими данными. Важна и военная подготовка. Ведь в случае необходимости радист должен вступить в бой.